Привет, красотка! Сегодня супер-мега-долгожданное видео, потому что я буду отвечать на супер-мега-долгожданные вопросы по поводу моей первой косметики, по поводу того, когда я начала краситься, как к этому относилась мама, как к этому относилась школа. Я не знаю, почему вас так сильно интересует вот это начало-начал, когда я только начинала связывать себя с темой красоты. И мне на самом деле эта тема показалась интересной, я даже решила под нее сделать отдельное видео. Сегодня будет много эксклюзива и мои старые фотографии, и звонок маме, потому что я хочу ответ в прямом эфире от нее получить. Поехали! Итак, вопрос, который мне задавали, наверное, уже 527 миллиардов 631 миллион 841 тысяча 853 раза, я считала. Когда же я начала краситься? Итак, мне было 14 лет, если не считать вот эту косметику типа в детском садике, моя фея или как-то моя маленькая-маленькая фея, да, назывался так? Бренд, можно это назвать брендом? В общем, если не считать все вот эти детские развлекаловки, то серьезной косметикой я начала краситься примерно в 14 лет. Как к этому относилась моя мама? Да, понятно. Мама, есть минутка? Да, конечно. А скажи, пожалуйста, ты помнишь, во сколько я начала краситься? Что это знаешь, помнишь? Во сколько я начала краситься? Ну, классно, 6-го, 7-го, наверное. А чем? А что было, у мамы лежала, то и таскала. То есть у Насты брала. Ага, а ты как к этому относилась? Отрицательно. Да. Конечно. А что ты говорила? Я говорила, что кожа красивая, снежная, румяная, ничего не надо. Все, что румя природа сама давала уже. Погоди, я в 6-м классе брови не рисовала, ты о чем говоришь? Ну, в 8-м, 9-м точно не рисовала. А ты мне давала деньги на косметику? Нет, мы на косметику не тратились, но наличку и бабушке дарили денежку. Ты, наверное, сама что-нибудь подкупала. А сейчас тебе нравится, как я крашусь? Сейчас лучше, сейчас умеренность пришла. Че, что, миры? Знания пришли. Ну ладно, спасибо. А чего? Это для видео надо. Мама относилась отрицательно, говорит. Какая же была моя первая косметика? Мама правильно полностью ответила. Это косметика мамы и косметика моей сестры, потому что, во-первых, я не знала, что покупать, как покупать. Бьюти-блогеров не было. Черпать информацию можно было только из книжки принцессы, которую нам подарили в 4-м классе в школе на 8-м марта, где там рассказывалось о том, как правильно с точки зрения этикета вообще преподносить себя в обществе. И знаете, 12-летняя девочка вообще все это немного не могла включить свои мозги, никак не могла это воспринимать, мне кажется. И точно, что я помню, чем я красилась, это, вы не поверите, у меня сохранился раритет. Это тени черные, которыми до сих пор можно пользоваться, которые до сих пор, их тут очень много, и они очень пигментированные. И моя сестра ими красила себе глаза. Я повторяла полностью за сестрой, делала себе невероятной красоты, в кавычках, конечно же, стрелки и тени. Сейчас вам покажу, как выглядит эта, как можно назвать, палетка. Что это такое? Честно говорю, я не знаю, что это такое белое. Мне кажется, они уже испортились, потому что вот это белое, это что-то нелегальное, как это выглядит. И моя сестра заказывала, я не знаю, где она вообще брала эту косметику, потому что, по-моему, как такового Алиэкспресса тогда еще не было. Она не могла это ничего заказывать, но откуда-то она заказывала, тем не менее. Посмотрите, какая палетка. Это палетка консилеров, она безумно измазана, безумно некрасиво выглядит. В ней куча ворса от кисточек, некачественных, конечно же, потому что у качественных кисточек ворс не остается в консилере. Я зачем-то наносила все их на свое лицо. А, знаете что? Возможно, у меня есть... Да, возможно, у меня есть еще палетка теней, которая тоже была Настиной. Конечно же, сейчас она у меня, потому что я забирала все у своей сестры. И там куча теней. Я сейчас поищу ее. А-а-а, я нашла! Смотрите, как она выглядит! Я была просто безмерно счастлива, когда она у нас появилась дома, потому что я вот здесь, я себя реально почувствовала беззажистом. Я просто использовала все и вся. Это безумно некачественные тени. Они осыпались как... Я не знаю, что. Но еще, что я помню насчет моей первой косметики, это была помада. Она в таком была красном флаконе и стоила около 200 рублей или даже 160. Бежевого, розового, что-то такое. Я покупала одну и ту же помаду раза четыре подряд, потому что она мне безумно нравилась. И я взяла сейчас альтернативу, чтобы вам показать. Если я найду в интернете ту помаду, о которой я говорю, я вставлю куда-нибудь сюда. Эта помада тоже от Maybelline. И я очень часто ею крашусь. Она очень красивая, очень естественная. У нас был такой магазин в моем доме. Якобы с косметикой, якобы с настоящей, потому что там было написано, допустим, Мак или Maybelline. Но это была подделка, конечно же. Но мы покупали косметику только там. И мама вот по телефону мне сказала, вы слышали, наверное. Денег было немного, правда, денег было немного. И если я как-то копила, если я получала с днерождений подарки в виде денежных средств, то я обязательно накапливала и покупала себе косметику сама. Насчет школы вы у меня часто еще спрашивали, как относились к нашему макияжу в школе, разрешали ли краситься, были какие-то забавные истории. На самом деле, такого, что прям нас выгоняли за макияж, такого не было. Но просили краситься сдержанно. Допустим, вот стрелки, это уже как-то было, ну, сильно. И у нас был такой завуч по воспитательной части. Ничего себе я сейчас вспомнила. Этот завуч отвечала за многие такие вопросы касательно формы, касательно внешнего вида, касательно того, идете вы за ручку с твоим там парнем или нет. Одна история была очень забавная. Я не буду говорить название предмета, учительница которого так себя повела очень забавно. Но, в общем, однажды, я помню, я делала пересказ у доски. Я очень часто делала пересказы параграфов, потому что так можно было получить халявную пять. Я была, чтобы вспомнить так, вот с такими тенями примерно, вот как здесь сейчас были, вот такие тени. Села я, значит, на место, и мне учительница по этому предмету ставит пятерку и говорит, «Но, Саша, ну вам не идут эти тени. Нет, вообще никак». Знаете, когда это происходит на глазах у всего класса, ты себя чувствуешь немножечко неловко, особенно, когда тебе лет 15-16. В смысле не идут мне тени? Конечно же, я очень расстроилась, я даже заплакала, но незаметно, так, чтобы никто не заметил. Наверное, учительница поняла то, что что-то она не то сказала, и так не надо было делать, и она на перемене ко мне подошла и сказала, «Саша, вы не обижайтесь, я просто вам завидую». Я прям помню, я это, знаете, запомнила, и рассказывала маме об этом, рассказывала подругам, и вам решила тоже рассказать, почему бы нет. Ну и последний вопрос, который вас интересует, это мой, конечно же, макияж, но об этом у меня есть целое отдельное видео, можете посмотреть его здесь, либо вот в конечной заставке, когда закончится видео. Я вам показывала свой макияж сейчас, то есть, когда мне 20 лет, и макияж в 15 лет. Разделила лицо на две части и показывала все свои самые замечательные навыки, которыми я только обладала в возрасте 14-15 лет, так что это отдельное видео можете посмотреть. Ну а я, наверное, буду заканчивать, в принципе, вопросы касательно моего первого макияжа, первой косметики и отношения к этому мамы, школы. Я вам все выдала. Мы стали с вами чуточку ближе. Моя камера разряжается предательски. Может быть, мне все-таки моя камера позволит, я отвечу на видео вопрос. Садко, привет, меня зовут Даша, я хочу у тебя спросить, сколько времени ты тратишь на свой повседневный макияж, вечерний макияж, например, чтобы пойти на свидание, и также, как ты думаешь, за скольки лет лучше начинать краситься? Заранее большое спасибо за ответ. Ты так быстро все это сказала. Ты, наверное, репетировала несколько раз. Спасибо большое, Даша, за вопрос, точнее, за вопросы. На каждый день макияж у меня уходит примерно 7 минут, 7 или 9, примерно так. На вечерний макияж, типа в ресторан, уходит минут 16-18. И со скольки лет, я думаю, нужно начинать краситься? Все зависит абсолютно от вас. Как вы видите, я начала в 14 лет только тушью, дальше по мере взросления я добавляла что-то еще. Тональником я начала вообще пользоваться в свои 19 лет, даже биби-кремом сначала только. Поэтому все зависит от вашей кожи, от ваших желаний, от вашего настроения. Никто вам здесь не указ в этом вопросе. Но единственное, я не понимаю, когда девочки красятся, конечно, там, лет 9. Не знаю, когда они еще совсем маленькие, когда мамы это все поддерживают, может быть, даже красят их. Многие девушки не красятся, когда им 23-22 года. Или у них максимум макияж составляет это тушь и блеск для губ. Это все настолько индивидуально, поэтому я бы вам советовала опираться чисто на ваше желание, на ваше предпочтение, на настроение. Если вам хочется пробовать, там, добавлять красок в вашу жизнь, делать стрелки, экспериментировать. Если вам нравится макияж, то садитесь и делайте его. Почему нет? Это поднимает вам настроение, это делает вас красивее, тогда пожалуйста. Если вам вообще эта тема, типа, зачем вообще что-то делать, тратить время, максимум, там, я крем нанесу на лицо, то пожалуйста, это тоже ваше мнение, это тоже имеет место быть. Но если ты, красотка, конечно же, хочешь попасть в мое видео, то обязательно задавай мне видео вопрос в инстаграм, заходи в мой директ, точнее, заходи в мой инстаграм, в директ, и отправляй мне видео вопрос. Вот мой ник инстаграма. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Конечно, познавательного в нем особо ничего не было, вроде бы, но мы с вами стали немножечко поближе. Надеюсь, вам тоже нравятся такие болтологичные видео. Я вас очень сильно люблю, красотки, улыбайтесь чаще. Пока-пока.